Рассмотрим работу в Мининейте с алгоритмом TokenBucket. Наши цели, собственно, освоить использование дисциплины очередей TokenBucket. Самое простейшее использование. Ну и какие задачи для освоения. Мы должны, в общем, понимать, как устроен TokenBucket, как его настраивать в Linux через фильтр TBF, как комбинировать разные дисциплины очередей. Соответственно, мы объединим TokenBucket и NITEM. И в конце мы посмотрим, как эмулируется в Mininet. Для того, чтобы с чем-то работать, нужно понимать, как это работает. Давайте посмотрим, как у нас TokenBucket работает. Вообще, зачем нам TokenBucket? Он у нас позволяет регулировать скорость пропускной способности, скорость интерфейса. Ну, достаточно простой алгоритм. Сущность его следующая. У нас есть ведро с токенами. Ну, представьте, что это ведро с деньгами. И когда пакеты проходят, мы должны за каждый байт пакета заплатить по одному токену. Соответственно, если количество токенов равно нулю, то есть ведро пустое, то мы не можем пропускать пакеты. При этом мы должны заплатить сразу за весь пакет. Если пакет длиной nbyte, то мы, соответственно, должны заплатить n-токенов. Если у нас n-токенов нету, то пакет не может быть обработан. Мы не можем его пропустить. Что мы с ним можем сделать? Мы можем его поставить в очередь. Ну, или отбросить. Какие у нас основные параметры? Ну, основной параметр это скорость передачи. Соответственно, скорость передачи у нас зависит от частоты поступления токенов в корзину. При этом нужно понимать, что данный процесс не непрерывный. У нас закидываются токены на каждом такте. Ну, сколько тактов операционная система дает. На каждом такте закидывается некая пачка токенов. Всплеск это у нас некая дополнительная сущность. Мы можем обработать... Ведро полностью забито, но мы можем обработать за счет всплеска дополнительные пакеты. И если у нас пакет укладывается в размер всплеска, то, естественно, он сразу пропускается. Значит, как вариант у нас есть дополнительное ведро, куда как раз МТУ токенов вмещается. То есть, чтобы гарантировать всегда, что хватит токенов на пропуск, пропускание целого пакета. Основной синтаксис токенбакет фильтра достаточно простой. То есть, нам просто нужно подключить его как дисциплину для очереди дисциплин. Ну, в данном случае она у нас корневая дисциплина. И описать все параметры, которые нам, собственно, у этого алгоритма есть. Какие у нас тут параметры? Размер очереди, лимит. То есть, у нас или пропускается пакет, или он добавляется в очередь. Соответственно, если у нас нет пакетов, то обслуживаются пакеты из очереди. В очередь они добавляются, скажем, first in, first out. Соответственно, новые пакеты добавляются в очереди, а старые из очереди обслуживаются. First in, first, это у нас количество байтов. Ну, соответственно, мы сколько в корзину, сколько вот токенов мы в корзину кинем. Rate, собственно, скорость передачи, которую мы задаем. Ну, тут она должна соответствовать количеству токенов, поступающих в ведро. То есть, мы должны установить вручное соответствие между пропускной способностью и токенами в ведре. Мы можем также установить дополнительные параметры. Вот они, видите, в квадратных скобках. То есть, это значит, что необязательные параметры. У нас тут интересно получилось. У нас вот тут указывается, да, сколько в байтах, а это как необязательные параметры. Значит, МТУ, это максимум трансфер юнит, сколько мы передаем. И крейт, это, как я уже сказал, пиковые взбросы для пропуска дополнительных пакетов. Вот пиково пропускаем пакеты. И задержка, это мы смотрим, сколько у нас может пакет находиться в очереди. Ну, то есть, чтобы ограничить время пребывания пакета в очереди. Подготовим стенд. Для этого зададим лабораторную топологию. Вот у нас теперь топология не с одним коммутатором, а с двумя. Это так называемая линейная топология с двумя коммутаторами, которые связаны между собой. И к каждому коммутатору подключается еще дополнительный хост. Вот мы можем ограничивать скорость между коммутаторами. И задается это с помощью, опять же, линяра. Новый вид топологии. Ну и как мы работать будем? Подключаемся к машине. А для рабочих файлов, для проведения воспроизводимого эксперимента, вот мы будем такой вот каталог использовать.